Музыка С радостью принял предложение почитать стихи и принять участие в этом замечательном проекте, потому что внимание к литературе, к своей национальной и к русской литературе. Понятно, что мы живем в нашем государстве, в России. Я думаю, что это очень важный момент. Но я начну все-таки с Лермонтова, потому что уделить внимание этому великому поэту, потрясающей личности, тем более, что он был так же молод, как и вы. Потому что я вижу в основном молодые лица, и девчонки, и парни. Он был молод. И его философия, жизненная философия, конечно, она уникальна. Стихотворение «Родина» Михаил Юрьевич Лермонтов. Люблю отчизну я, но странной любовью. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темные старины и заветные предания не шевелят во мне от радного мечтания. Но я люблю. За что, не знаю сам. Отныне стану наслаждаться, и в страсти стану клясться всем. Отныне стану я смеяться, а плакать не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожно, чтобы не любить, как я любил, или женщин уважать возможно, когда мне ангел изменив. Я был готов на смерть и муку, и целый мир на битву звать, чтобы твою молодую руку, безумец, лишний раз пожать. Не знав коварную измену, тебе я душу отдавал. Такой души ты знал, Альцену? Ты знала. Я тебя не знал. Жадную толпой стоящую у трона, Свободы, гений и славы палачи, Таитесь вы под сенью закона, Пред вами суд и правда, все молчи, Но есть и божий суд на перстнике разврата, Есть грозный суд, он ждет, Он недоступен звону злата, И мысли, и дела он знает наперед, Когда напрасно напряге бегните к злословью. Оно вам не поможет вновь, И вы не смойте всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь. Спасибо большое. Я надеюсь, что вы поняли, Насколько Лермонтов актуален сейчас. Произведение, которое я прочел в Валерик, Написано в середине 19 века. Я эту поэму читал в Тарханах На празднике Лермонтова. Ко мне подошла женщина и сказала, Сергей, спасибо вам за Валерик. Я говорю, это не мне, это Михаилу Ильичу Лермонтову. Он в свои 27 лет чувствовал так, Как мы порой не чувствовали. Но ему было всего 27 лет. Я жизнь постиг, пишет он. Но он сказал, да, Но просто мой сын погиб в первую чеченскую. Поэтому на самом деле, Обратите внимание, насколько что-то меняется, А что-то вообще не меняется. Посмотрите, что происходит. И Лермонтов, который пишет, Небо ясно, под небом места, Много всем беспрестанно и напрасно. Один враждует он, зачем? Говоря про человека. Золотые слова, на самом деле, запомните. Конечно, называется. Сделал вступление, повернулся в лес. Хулиган я, хулиган. От стихов дурак и пьян. Но и все ж за эту прейдь, Чтобы сердцем не остыть. За березовую Русь С нелюбимой помирюсь За березовую Русь С нелюбимой помирюсь За березовую Русь С нелюбимой помирюсь С нелюбимой помириться в лес. АПЛОДИСМЕНТОМИЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ